Друзья, сегодня 6 октября 2022 года. Московское время 19 часов 3 минуты. Начинаем круглый стол 4 дня нашей конференции, российской конференции, 27-й российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. У нас сейчас идет круглый стол и председательствовать на нем должен был Леонид Руцкоев, но он пока еще не подошел. Поэтому, чтобы не терять время, начну я. Я напомню, что все завершилось в предыдущей вечерней сессии, которая закончилась 15 минут назад, очень интересной дискуссией, связанной с выступлением Косарева, который рассказывал о его идеях, связанных с превращением энергии в холодном ядерном синтезе в изомерную форму ядра сначала, а потом переход в основную форму ядра, на основной уровень ядра. Я напомню, изомерная – это возбужденные уровни ядра. В изомерную форму ядра постепенным испусканием электронов, бета-распад, испусканием мягкого рентгена, может быть, каких-то еще частиц. Но не гамма, не резких, очень мощных гамма-излучений. То есть такая форма снятия возбуждения с ядра возможна. Вот на этом, как бы вот эта идея Косарева, почему вдруг в наших холодном синтезе, почему так мягко все проходит, без жесткого излучения, которое является убийственным для природы живой. А мы знаем, что, видимо, холодный синтез происходит в живой природе. Поэтому эта идея заслуживает внимания, но его покритиковал у Руцкоев. И вот, что интересно, я хочу воспользоваться тем, что здесь Андрош Ковач, я надеюсь, Андрош меня слышит. И вот, что там промелькнула какая интересная мысль. Я хотел бы, чтобы Ковач ее как-то проиллюстрировал, как-то что-то на эту тему поговорил. Потому что вот смотрите, какая интересная вещь, на что обратил внимание Филипп Высикайло. Вот когда нейтрон распадается на электрон, протон и антинейтрино, то электрон... Вот Андрош сегодня, первый доклад был, Андрош в сегодняшних заседаниях утром рассказывал нам про ядерный электрон, в котором масса равна трем массам обычных электронов. А вот, что заметил Филипп Высикайло, то когда... Вот Леня подходит, Леонид Ирбекович Руцкоев, сейчас я ему права передам, но сам я договорю до конца. Значит, вот когда электрон... И это вот Андрош Ковач касается, и хотел, чтобы он что-то сказал. Вот когда нейтрон распадается на протон, электрон, антинейтрино, то... Ну все, много чего зависит от количества антинейтрино, но в частности образовавшийся электрон и протон, они находятся в электромагнитном поле друг друга. И когда электрон удалится на бесконечность от этого протона, то если заложить, например, энергию, радиус ядра примерно 10 минус 15 метра и посчитать кулоновскую энергию на этом радиусе в электронвольтах, то мы получим как раз именно полтора умножить на 10 к 6 электронвольт, то есть полтора мэва. И отсюда следует такой простой вывод, что нейтрон может распасться на обычный электрон и обычный протон, только электрон будет, как именно и положено очень легкой частицей, он унесет вот энергию вот этой связью основную, и унесет ее не только в своей массе вот эта энергия покоя, а еще унесет ее в кинетической энергии, которая есть результат преобразования потенциальной энергии электромагнитного поля, в которой есть как раз недостающие полтора мэва. Таким образом, один мэв, вернее 0,5 мэв, плюс полтора, получается как раз те самые 2,5 мэва, значит, которые вот не хватает для образования нейтрона. И получается такая ситуация, что улетает электрон, я хочу вам сказать, что полтора мэва для электрона – это огромная энергия, он будет релятивистским, он гамма-фактор, там вот релятивистский гамма-фактор. Скорее всего, будет как раз именно тройка, вот о которой Андрюшкова сегодня утром говорил, и в результате, если мы тут при этом распаде рядом поставим, значит, нашу пластину и магнитное поле, то мы увидим радиус как раз соответствующий ни одному закручиванию электрона, ни одному, значит, не одной массе, а возможно трём. Вот эту возможность мы в своё время с Андрюшем обсуждали, я ему на это указывал. Вот, Андрюш, если можно, что-то скажи на эту тему. Попробуй по-русски, можно медленно говорить. Хорошо, спасибо за слово, я попробую по-русски. Вот я немножко подготавливался на эту тему, потому что мне уже задавал вопрос профессор Висикайло, что как можно в нейтроны, эту Деброли волну туда, как она помещается, но это всё с друг другом связано. Вот я поэтому немножко подготовился, и я думаю, что понять структуру электрона – это ключ. И можно мне показывать? Андрюш, Андрюш, вот секундочку, ты сейчас продолжишь. Я просто обращаюсь к Леониду Рудскору, который немного опознал. Лёнь, я у тебя бразды правления не вырывал, просто мы, поскольку начали, то я тут что-то начал уже говорить, а ты председатель у нас. Поэтому я слово дал Андрюшу, ты, по-моему, в основном слышал, чего я хотел сказать. А дальше ты уже поправляешься. Андрюш, продолжай. Да, скриншаринг можно включить. Надеюсь, что виден мой экран. Вот мы с коавторами много работали над структурой электрона. Эта книга недавно вышла, Unified Filter and Occam's Razor. Первая половина этой книги, она только о структуре электрона, а потом во второй половине там супроводимости, linear и так далее. Ну вот, значит, как понять структуру электрона? Эксперименты показывают, что у электрона два радиуса. Если мерить Compton Scattering, Compton Scattering показывает радиус 2.8 фемтометров. Это классический электрон радиус. В нашем понятии это радиус шара и на поверхности этого шара распространяется электрон charge, заряд электрона. Вот другие физические эксперименты, Tom-Zone Scattering, они показывают радиус 386 фемтометров. Это называется Reduced Compton Radius, и это связано с этим Деброли Ваной, о чем говорили. Ну вот этот радиус сто раз больше, чем классический электрон радиус, этот Compton Radius. Как понять этот радиус? Это, в наше понимание, Compton Radius, это радиус Zitterwegung, и значит, здесь магнитные силы и магнитные силы заряд электрона держат на этом орбите. Вот это Zitterwegung, и вот мы делаем модель электрона, как электромагнитная волна, и так выходит формула, и как можно массу электрона вычислять просто из-за уравнения Максвелла. Вот если заряд электрона на этом шаре, тогда можно просто делать интеграцию электрической энергии от infinity до классического радиуса. И если делаем этот интеграл, тогда получаем 225 кева, это половина массы электрона. И что я хочу внимание здесь показывать, что это радиус на минус один, это как инверс радиуса пропорционал. Можно вычислять магнитную энергию, здесь у нас Zitterwegung current, и вот вокруг идет ток, можно флюкс умножать на ток и магнитную энергию вычислять с этим комптом радиусом. И вот интересно, получим цифры, опять получаем 255 кева, половину электронную массу. И вот тогда здесь видно, что электрон это как классическая электромагнитная волна, половина энергии электрическая, половина магнитная, и там индукция между ними. Вот масса электрона, она как один радиус в обеих случаях. Вот это значит, что если, например, большая кинетическая энергия, тогда электрон становится меньше и меньше. Значит, если быстрый электрон вылетает, ну скажем, электрон уносит 500 килоэлектронвольтов или 1000 электронвольтов, тогда кинетическая энергия становится почти в два раза выше, чем рест масс. Значит, электрон в три раза меньше становится, тогда этот классический радиус, который 2.8 фемтометров, становится уже похожим на радиус нейтрона, когда быстрая кинетическая энергия. Но вот здесь была критика, что вообще вот этот кунтом радиус связан с Дебройлей волной, и как это вместится в нейтрон, когда вот если для электрона это 380 фемтометров, если умножить на 3 или разделить на 3, это еще все больше, чем 100 фемтометров. Конечно, в нейтроне нет этого самостоятельного кунтом радиуса, потому что заряд ядерного электрона, когда он в нейтроне, он чувствует магнитную энергию протона. И вот из этих формул видно, что у протона масса 2000 раз больше, чем масса электрона, тогда магнитное поле тоже 2000 раз сильнее, так что ядерный электрон будет на самом маленьком кругу здесь по силе Лоренца магнитного поля протона. И поэтому, если такой композит получается, тогда Дебройлей война не будет самостоятельной у ядерного электрона, потому что ядерный электрон чувствует силное магнитное поле протона, и так у него и получается комтом радиус, как у протона. Но как можно тогда в таком композите массу мерить? Потому что тогда эти формулы уже не важны. Но массу можно и другим методом мерить, векторным потенциалом. Вот если умножить заряд на векторный потенциал, тогда это моментум дает частицы, и это умножить на Зитербовегунг скорость 7, тогда и 7 это дает опять массу электрона, и эта формула работает и когда композит. Вот только здесь вектор потенциал то, что на поверхности заряда в композите, и в принципе этой формулой даже в композите мы должны получить верную массу. Вот что в этом интересно, в этом подходе, что мы вообще можем даже радиус ядерного электрона посмотреть через комптом скаттеринг. Вот я уже только несколько минут и тогда я здесь приду. А вот по последней формуле, которую ты уже убрал, к сожалению. Сейчас я опять покажу. Ведь векторный потенциал это вектор, масса это скаляр, как ты это все приравнял? Потому что там еще второй вектор это скорость Зитербовегунга Си. Вот, вот, вот. А при произведении двух векторов, я к этому и двигаюсь, очень важно еще их геометрическое соотношение. То есть Си это косинус угла между ними надо брать, для скалярного произведения. Поэтому это у разных электронов получится разное. В принципе очень интересная формула. Ну да, ну да. Я думаю это важная формула. И эта формула она работает и тогда, когда у нас композит между двумя частицами. И вот это ответ, что как понять, что там такой электрон, когда дистанции такие маленькие. И вот это важная идея, то что я опять повторяю, что там у ядерного электрона нет своего Деброли волны, потому что он чувствует магнитное поле протона. Но есть свой шар, свой шар радиус. Андрюш, Андрюш, а вот подожди, тут очень важный вопрос. Ведь вот смотри, когда я первый раз в жизни услышал про волну Деброли в институте где-то там в самом начале, то все никак не мог понять, что это за зверь такой. И ну вот сейчас я все-таки склоняюсь к тому, что это не электромагнитная волна. Это совсем другая какая-то волна. А ты сейчас, вот из твоего изложения следует, что волна Деброли, электромагнитная волна это одно и то же. Но это, я думаю, неверно. Ну я могу, хорошо, тогда я еще одну тогда покажу об этом слайде, как понять волну Деброли. Это самое, Андрюш, секундочку, Леонид, вот он, председатель Леонид у нас, так? Да, я на секундочку перебью. Сам классик Деброли говорил, что очень важно его отношение к его волне. Он писал и во многих своих статьях, это была для него тоже загадка, но он говорил так, что это волна материи. Он не говорил. Потом, позже, к концу жизни, он все-таки стал искать электромагнетизм. А мы, по сути дела, кроме электромагнетизма ничего и не знаем, если так положить руку на сердце. Вот, поэтому вполне возможно, что Андрюш Ковыч согласен с Деброли. Да, но это я, извините, пылинился. Да, слушаем докладчик. Ну, спасибо. Спасибо за этот комментарий. Но сейчас вопрос, как мне продолжать? Потому что я могу продолжать объяснять, как я понимаю волну Деброли или могу продолжать, как понимать заряд ядерного электрона, какой размер шара ядерного электрона, это можно из комптом радиуса посмотреть. Андрюш Ковыч, скажите, пожалуйста, а с магнитным моментом электрона что будет? Ну, это магнитный момент электрона, это выходит из спины, и там сейчас я опять вернусь к этому. Я к тому, что магнитный момент электрона и магнитный момент ядра очень сильно, так сказать, отличаются. Да, да, это потому они отличаются, я сейчас вернусь к этому слайду, вот здесь был этот слайд, что, конечно, вот как раз это в этой формуле, то что я показывал, что масса это с радиусом Комптона на один овер радиус Комптона. Значит, если масса растет, тогда радиус Комптона размерно идет вниз. И так как у протона 2000 раз выше масса, так его радиус Комптона, где магнитные силы действуют, он 2000 раз идет вниз, и так и магнитный момент идет около 200 тысяч раз вниз. Поэтому это очень важный результат, что масса это один овер радиус Комптона. Хорошо, я прослушаю доклад, я просто не слышал доклад, поэтому возник вопрос. Я могу себе представить попытку загнать электрон в ядро, но что делать с магнитным моментом? Ну да, вот это практически тот же самый вопрос, то, что утром задал профессор Висикайло, только он это задал, что делать с длинной волной Дебройля. Вы спрашиваете, что делать с магнитным моментом? Это то же самое, потому что волна Дебройла – это два Пи радиуса Зиттербе-Вегунга. И это тот же самый вопрос, что как этот радиус в ядерном электроне идет вниз, куда исчезает магнитный момент. Это тот же самый вопрос. И вот я это говорю, что когда рождается композит между ядерным электроном и обыкновенного электроном, тогда этот ядерный электрон уже начинает чувствовать силу магнитного протона. И это сила, которая комптом-радиус, то, что дает комптом-радиус – это магнитная сила. Здесь магнитное поле, и какой радиус – это сила Лоренца дает этот радиус. И когда ядерный электрон чувствует магнитное поле протона, тогда, конечно, радиус идет вниз, потому что такое сильное магнитное поле, что сила Лоренца очень сильная, и так исчезает магнитный момент. Вот можно, конечно, спросить, какая тогда разница между электроном и ядерным электроном. Почему ядерный электрон делает такой композит с протоном, а обыкновенный электрон не делает такой композит? Но это, конечно, трудный вопрос. Нужно вот смотреть, почему это так. Разве это потому, что масса немножко выше, и тогда радиус похожий на радиус протона или другая причина. Это еще не знаем, но то, что мне… Я думаю, что гораздо проще. Вот я экспериментатор, поэтому иду из эксперимента. Известное явление – К-захват. Когда электрон… К – это просто скатого уровня. А бывает уровня СМ хватает, бывает СМ… Я понимаю, понимаю, понимаю. Но называется… Е-захват. Леонид, это Е-захват. Электронный захват. В переводе. Ну что, договорились. Да, не надо уговорить дальше. Вот. Так, когда он туда захватывается, то куда девается магнитный момент? Это тот же вопрос, на самом деле. Того электрона, который был на орбите, у нас не было сомнений, что это был магнитон борода. Вот. Поэтому вопрос-то стоит. Как это… Но важно помнить, что… Не знаю, как по-русски, angular momentum. Angular momentum не исчезает. Угловой момент. Угловой момент не исчезает. До периферии и отражения от кулоновского потенциала. Обратно. К центру. И так далее. А вы говорите про орбиты, про вращения. Это неправильно. Это Боровская модель. Она уже считается лженаучной. И все, что сделано сейчас в квантовой механике, в том числе и в Ландау-Лившице, все пишется через именно волновые свойства электрона. И при этом камптоновский размер не имеет никакого отношения к тому вопросу, который я задал. Как волна Дебройля аккумулирует и фокусируется в протон. Здесь все цифры на 3-4 раза больше. Потому что размер протона сейчас 0,8. Это с хорошей точностью сделано. Чуть ли там не до пятого знака. 0,8 на 10-15 метра. Не один фемтометр, как вот здесь говорил Валера, а 0,8. И тогда получается у нас энергия, которую потенциально приобретает электрон, который если садится на протон, то это 1,7 мэва, а не 0,5 мэва. Давайте посмотрим точно, что какое радио. Я так и не понял, как вот 250 или что там, 386 фемта превращается в 0,8 фемтометра. Вы не сможете это нагнать. Тем более я не понимаю, как вот электрон вращается вокруг точки С, и чего это он вращается, что там в точке С. Это сильно Лоренца. Но опять, еще раз. Электрон это, по нашему понятию, это электромагнитная волна. Но на заряда… А решуете шарик? Как же можно электромагнитную волну рисовать в виде шарика? Ну, так можно рисовать, что в нашем понятии уравнения Максвелла есть скаларный компонент, скаларный компонент, где шарик… Давайте послушаем Леню, может он что-то скажет такое, что нам обоим будет… Ну хорошо, вам не нравится теория, давайте я еще предлагаю… Теории я не вижу, вот извините меня, Андрес. Ну хорошо, ну хорошо, вам не нравится, что… Да ничего мне не нравится, я просто это все не понимаю. Хорошо, ну это просто сила Лоренца… Если кто-то это понимает, то флаг ему в руки. Но я хотел бы послушать, что бы он сказал по эксперименту, Лень. Значит, это обычная ларморовская прецессия, ларморовский радиус, он просто нарисовал… Да, Ковачи и Вазизи не поняли, отругали только. Да, вот, и я теперь одну большую военную тайну раскрою в пользу Ковача. Да, конечно, мы все привыкли работать все функциями, но длина волны Дебройля – это как раз вот соответствует той длине орбиты, на которой, так сказать, максимальная плотность электрона дает уравнение шире. Поэтому можно так делать? Ну можно, да, и нет тут никакой лженауки, оно образно понятно. Вот теперь, Филипп, вот одно такое замечание, может оно к месту, может не к месту, относится к тебе. Ты знаешь, я понимаю твою озабоченность, что вроде бы как длина волны Дебройля здоровая, его пытаются засунуть в такой маленький размер. А тебя никогда не смущало, что когда излучается фотон, то длина этого ЦУГа намного-намного, она метры, а атом – он ангстремый. Тем не менее… Да ты как раз говоришь о том, чем я и занимался вот последние полгода или год даже. Да. И на самом деле я как раз и говорю, что происходит кумуляция электромагнитной волны в движение электрона от центра атома. То есть это вот у тебя фактически там и теорема Вериала исполняется, и все остальное. Этим как раз я и занимался. И здесь я не вижу проблемы. А вот когда у тебя… Я и как раз и спрашиваю, как ты загоняешь большую длину волны Дебройля в протон, если ты говоришь о двух. Там не хватает двух масс. Там надо 200 масс электрона сделать, чтобы загнать ее в центр. Вот в чем проблема, а не в том. И ты не прав, что нельзя волну Дебройля загнать в протон. Можно, но при этом энергия должна там десятой электронной волны быть. Ну вот смотрите, смотрите еще раз. Вот я вот это… только одно слово скажу об этом слайде, потом хочу прийти к эксперименту Compton Scattering. Вот здесь половина массы частиц – это магнитная энергия. Магнитная энергия дает Лоренц силу, которая этот круг за этаповегом держит. Вот в протоне тысячу раз сильнее магнитная сила, чем в электроне. И вот эта тысячу раз сильнее магнитная сила, она притягивает на маленький круг. Ну вот давайте я уже теорию тогда сегодня не думаю, что всю книгу можем объяснить. И давайте на эксперимент пройдем, потому что, наверное, с экспериментом будем более согласны. Андрош, 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 смотри, вот у нас, в общем-то, мы примерно, ну, максимум полтора часа круглый стол, а мы уже тебе 30 минут посвятили. Поэтому не обязательно, наверное, давай. Хорошо, тогда другой раз, тогда я даже не буду показывать. Вот только хочу тогда сказать, что у нас сейчас статья в ближайшем будущем видит по этой тему ядерной электронии. И там в статье анализируем, как Compton Scattering происходит и как из диутерона H2H выбивает Compton Scattering ядерного электрона. И из этого можно вычислять радиус заряда в диутероне. И вообще по экспериментам очень точно, используя Klein-Nissima формулу, можно понять, какой там радиус заряда негативного заряда. Просто нужно использовать Klein-Nissima формулу и можно точно вычислять, какой там радиус негативного заряда. По клейной нишине, мы его не Klein называем, а клейная нишина формула, там по ней радиус электрона 10 минус 15. В статье будет описано, что это можно вычислять из того, какая там фотодиссоциация, какая там cross-section фотодиссоциация. И из этого можно это вычислять. Андрюш, спасибо. Спасибо, Лёнь. Спасибо. Очень интересно. Очень интересно. Значит, вот как это на правах, раз уж мне попал в руки микрофон. Если публика согласна, конечно, я достаточно посмотрел тут много статей про странное излучение. Я хотел бы немножко расставить акценты. Я этим занимался давно. Итак, я такой краткий доклад. Постараюсь в 10 минут уложиться. Значит, как было обнаружено это странное излучение? С болью. В экспериментах было случайно найдено, что искажается изотопа титана, появляются какие-то посторонние элементы, но не было никакого излучения. Ни гамма, ни нейтронного. Мы всё проверили. Это было в Курчатском институте. Это была наша профессия. Мы притащили все датчики, которые есть. Датчики газовые, методики. Работало, по-моему, около пяти нейтронщиков профессиональных. Намерили там 20% выше фона, 30% выше фона. Было ясно, что это не имеет никакого пятого или шестого порядка. Я сразу сказал, ребята, вот это меня совершенно не интересует. Количество актов ядерных реакций было 9-19. Поэтому ясно, что либо эффект должен быть катастрофический, либо всё это ерунда. И была такая печальная ситуация. Вот был какой-то тупик. С одной стороны стреляли и видели, что кроме как ядерными реакциями вот это объяснить нельзя. С другой стороны, полностью отсутствовало излучение. Ситуацию спас Влад Ценоев. Зайдя вечером и видя меня в таком плохом, я не понимаю, что происходит. Он говорит, дай ядерные эмульсии поставить. Я не очень в это дело верил. Группа есть, работает. Давай ядерные эмульсии поставить. Поставили ядерные эмульсии. Первый же эксперимент, поскольку я не очень верил, то я поставил её метра на два от установки. Не близко. Там другие диагностики стояли. И первый же эксперимент показал, что там появляются какие-то очень странные следы. Но слово странные тогда не применялись. Очень нетипичные следы. Занималась эта группа Розы Рябовой. Это была очень высоко квалифицированная группа, которая работала на всех ускорителях. Она пришла и сказала, я такое вижу первый в жизни раз. Говорит, смотри, как странно. Это были специальные ядерные эмульсии. Они были 100 микрон толщиной. И чем меньше зерно, тем менее чувствительная эмульсия. Ну или пленка. А для ядерных экспериментов всегда делают очень маленькие. Берут кристаллики аргенто-бром, чтобы треки определять как можно более детально. Эмульсия нанесена на стеклянную подложку. И для того, чтобы убыстрить процесс проявки, они так вот ваткой женщины осторожно протирают. Диффузия идет из раствора, начинает проявляться. Они вот этот белый налет снимают, снимают. Она говорит, смотри, как странно. Что черные следы появляются в первую очередь на границе стекла и эмульсии. То есть с той стороны, с внутренней. Это удивительно. Потому что если бы она заскочила со стороны, с наружной стороны эмульсии, то, конечно, в первую очередь должно было бы проявиться с внешней стороны. А она именно с внутренней. Тут же обратили внимание, на что я вот хочу всем изучающим странное обстоятельство. Это как-то вышло. Что на самом деле было сразу обнаружено, что есть следы двух типов. Одни, которые приводят к проявляемым черным зернам. А вторые, которые есть на подложке. Которые вот сейчас смотрят с этими CD-дисками. Но это только половина следов. Понимаете, да? Все их изучают легко, просто. Но это половина следов. То есть есть два типа следов. Проявляемый и не проявляемый. Теперь откуда пошла гипотеза о магнитном заряде? Она была вынужденная. Поскольку эмульсия стояла на два метра от установки в двух пакетах черной бумаги, то было понятно, что электрическая частица такое расстояние пролететь не может. Я много занимался транспортировкой электронных релятивистских пучков. Твердо знал это все. Просто эти цифры я просто знал на память. Сказал, ребята, электрическая частица долететь не может. Нейтральная частица в ядерной эмульсе не оставляет следов. Только протоны отдачи. Тогда получалась логическая задача. Нет электрического заряда, но какой-то заряд есть, который оставляет следы. Из того, что было известно физике на этот момент, это магнитный заряд. Я прекрасно понимал уже тогда, что все монополии, которые описаны, они очень тяжелые. У меня просто не хватит никакой энергии и батареи. У меня было всего 50 кДж, чтобы родились эти монополии. Ситуацию спас дубовик Владимир Михайлович из Дубны, который сказал, что была такая работа Жоржа Лошака, французского теоретика, который рассказывал нам лет несколько назад о том, что в природе может существовать лептонный магнитный монополь. Легкий. Это что-то типа магнитно возбужденного состояния нейтрита. Для меня это было спасением. По крайней мере, мы выходили из энергетического противоречия. Но это не доказательство, поэтому идея о магнитном заряде была проверена с помощью магнитного поля. Качественно следы изменились. Но тогда была поставлена достаточно тонкая методика, которая почему-то вышла из поля зрения экспериментаторов. Это методика снятия мезбавровского спектра. Идея такой методики принадлежала Мартемьянов и Хакимову. Классическая работа. Они занимались поисками монополии на всех ускорителях магнитных. И они предложили такую идею, что если взять железо 57-ое, то для магнитного заряда вот эти вот доменчики, они должны служить магнитной ловушкой. И тогда, если эффект будет достаточно большой, а магнитный заряд должен быть большим, то тогда с помощью эффекта мезбаврова можно измерять уширение мезбавровского спектра. Ну, сказано, сделано. Поставили 57-го железо, отдали на измерение, и результат получили нулевой. Никакого смещения, красивый мезбавровский спектр, тонкие линии. Вот. Никакого уширения нет. Мы расстроились. Я помню, в какой-то мое слушание говорили, наверное, они парами должны рождаться. Да. Давай, говорю, поставим на магнит. От сейма одной половины. И вот это привело к успеху. Мы поставили на северный, на южный полюс одну фольгу, а на вторую другую. Измерение дали. Совсем не то, что ожидали. Как обычно, ожидали увидеть уширение, потому что часть ядер попала под магнитные зарядки, часть не попала. Результирующий спектр должен быть уширен. Ничего подобного. Спектр оставался таким же тонким, стройным, но он сдвинулся на одном магните в одну сторону, влево, на другом магните вправо. То есть северный и южный действительно по-разному, причем на разную величину сдвинулся. Это контрольный экземпляр, который лежал просто на магните и не попадал под действие этого излучения, оставался тем же самым. Откуда взялся термин «странное»? По аналогии, когда открыли странные частицы, то обратили внимание, когда вот это был пик 50-х годов, что рождается какой-то класс частиц, которые рождаются во множественном количестве, а распадаются очень долго. Это показало всем непонятным. Его назвали «странное» тогда. Потом выяснилось, что частицы эти рождаются за счет сильных ядерных взаимодействий, а распадаются за счет слабых ядерных взаимодействий. Константы сильно разные, поэтому возник этот парадокс. Здесь тоже большая аналогия. Я ее усмотрел, как вот сейчас все там меряют энергию, которая оставляет эта частица. А вот мы тратили 5 кВт, у нас батарея была заряжалась, то есть мы вкладывали всего энергии 5 кВт, а если считать по электромагнитному взаимодействию, введя в основу электромагнитное взаимодействие, то там можно насчитать сотни ГФ, ТЭВ и так далее. Значит, в чем дело? Ответа не знаю, но могу предположить, что все-таки вот это излучение, которое я буду для себя называть странным, то все-таки может быть и здесь такая же идея, что рождаются они за счет одного взаимодействия. Грубо говоря, что помимо электромагнитного взаимодействия, есть еще один тип взаимодействия – магнитно-электрический. Идея принадлежит не мне, идея принадлежит Джорджу Лошаку. Вел этот самый монополь – магнитно-возбужденное состояние нитрина. В чем преимущество этой теории? Это строгая теория, построенная на уравнении Гирока. Заслуга Лошака состоит в том, что он сумел увидеть, что помимо обычной калибровки, которая идет через обычную матрицу Е1 и приводит к решению в виде электрона. Уравнение Дирока инвариантно еще по отношению к одной калибровке. Это так называемая матрица Гамма-5 представление. Достаточно сложно, поэтому не буду сейчас… Но есть еще одна калибровка, которая на самом деле открыли до Лошака. Она называлась калибровка Салама-Тушика. Лошак же сумел увидеть, что появляется некое решение. И это решение сильно отличается от того, что привычно. Она обладает киральностью, она обладает всеми свойствами нейтрина, потому что он это получал в предположении Вейля. И он в своей первой статье написал, что поскольку это получается как нейтрина, то тогда это лептон должен быть. И он мне жаловался, что тогда недооценил этого всего один абзац. Когда он узнал про эти эксперименты, то он понял, что его отличительное свойство, его монополия – это киральность, и этот участник должен быть слабых взаимодействий. Первые, кто оценили роль слабых взаимодействий при этих ядерных слабых реакциях, это были дубнинцы. И надо отдать им должное. Мы тогда были не так подготовлены. Они уже сразу сказали, что сильное взаимодействие здесь совершенно ни при чем. И это один из ответов на вопрос, а почему мы не видим никаких жестких излучений ни гамма, потому что сильное взаимодействие… Теперь вопрос. Стоит ли ставить знак равенства между магнитным монополем Лошака и странным излучением? На мой взгляд, нет. Пока еще мало данных, чтобы провести знак равенства. Нужно все-таки что-то понять в этом излучении. Мне очень понравилось сегодня, что в докладе прозвучала заслуга Ивойлова, Николая Ивойлова. Во-первых, он независимо делал те же мезвауровские измерения и получил те же результаты, что в Курчатовском. И это меня уверило, что все-таки это хорошая методика, хотя очень тонкая и сложная. Второе – он обнаружил киральные следы. И это было бы указание, что все-таки мы имеем дело с монополем Лошака. Ну, по крайней мере, это был мячик вот в эту корзину. Ну, на мой взгляд, ставить рано. В чем второе преимущество? Есть еще один был, точнее умер, еще один мой хороший коллега, с которым я очень много общался. Это Штумф, Харальд Штумф. Это последний ученик Гейзенберга. Это школа Гейзенберга, который очень много вложил в это дело. Он построил, расширил стандартную модель в видеолептонный сектор. Статьи очень тяжелые, очень тяжелые. Это вот такая вот немецкая математическая пушка школы Гейзенберга. И она вообще очень математизирована. Вы знаете, я честно... Моей квалификации математической не хватает, чтобы понять до тонкости. Он изобрел свою алгебру. Но, в общем, выводы, к которым он пришел, что да, не надо расширять симметрию, он ввел магнитную симметрию в лептонный сектор, получил бозоны, то есть все построил. В смысле не адронный сектор, а именно лептонный сектор. Еще взгляд человека, которого здесь не упоминали, с которым я контактил, это некто Эрнесто Рикани. Это последний ученик был в ферме. Вы видите, в его представлении магнитный заряд – это электрический заряд, разогнанный до сверхсветовой скорости, либо родившийся там за световым барьером. Поэтому, когда появилась статья, мне прислал Тедерик свою первую работу, то я способствовал ее опубликованию у нас здесь. Потому что мне понравилось, что он сделал такой очень подробный обзор всех этих возможных треков. У него есть своя точка зрения. Он считает, что это сверхсветовая частица, тахионная модель. Хотя была работа Димы Филиппова, она на конференции, по-моему, в 2004 году докладывалась, о том, что уравнение Лошака допускает тахионное решение. То есть, если бы выяснилось, что все-таки вот это излучение, оно, в конце концов, окажется какими-то действительно тахионными, то, по крайней мере, теоретическая основа под этим есть. Ну, сейчас времена сложные, непонятно, что у нас будет со всеми нами дальше, поэтому я просто взял на себя вот так труп, очень экспромтом сделать вот такой вот маленький доклад, обозначив тех людей, которые, ну, ну, чтобы Америку не открывали, что есть статьи, если кому-то нужны, то я пришлю, нет никаких проблем. Итак, Реками, Лошак, Штул, Реками, Придриц, ну, Придриц уже и так знаете. Очень хорошо, что есть Коля и Войлов. Вот, собственно говоря, работал большой, достаточный коллектив больших ученых. Я закончил, все. Вопрос можно? Да. Встречали ли вы какую-нибудь работу по поводу двойных треков, в которых рассматривается большая частица, которая распадается на две когерентно связанные частицы, которые синхронно ведут себя в пространстве и оставляют два одинаковых трека? Спасибо. Спасибо за вопрос. Безусловно, мы над этим думали. И действительно, это вот характерная черта, это двойные треки. И я такой работы не встречал. Так это как раз доказательство существования когерентной связи у частиц. Да, безусловно, безусловно. Экспериментальная. Второй момент. В одном докладе я видел, что есть некие элементы симметрии. Действительно, это правда. И в теории симметрии это называется бордюры. Ну, есть такое направление – бордюры. Есть там паркеты, бордюры. Вот это такая типичная картинка, можно найти в любой книжке. И я надеюсь, что рано или поздно появятся люди, которым это будет интересно положить, которые хорошо разбираются в этой теории симметрии. Я уже старый и живу в Абхазии. Поэтому нет. Но я надеюсь, что будущее – это теория бордюров. Спасибо. Пожалуйста. Ты живешь в Абхазии, а одет в теплую куртку, так же, как колтовой. Как это получается? Я в Москву приехал, к вам сюда операцию делал. А, ты сейчас в Москве, да? Дмитрий Петрович, можно вопрос? Да. Вот, интересно, там, где следы остаются, в тех местах, интересно, были ли такие лабораторные анализы? Или, похоже, были. Что там, может, другие элементы появляются. Вот эту тему. Не могли бы рассказать немножко на эту тему? Что там меняется? Изотопы другие. В общем-то, синтез происходит. Такой-то элемент переходит в такой-то. Вопрос понятен. Да. Такие попытки были. Но достоверно, вот, на мой взгляд, я всегда очень критичен к результатам эксперимента. Достоверно я ничего… Да. Как бы я сказал так, что изотопный состав не смотрели, но химически смотрели в электронном микроскопе, в эти зерна залезали. И они действительно отличаются от тех, которые, я бы сказал так, не проявлены по своему химическому составу. Но есть проявитель, есть то, есть все, кто-то руками, кто-то еще чего-то. Поэтому я не могу сказать, что это носит достоверный характер. Но такие попытки нами предпринимались. И можно сказать, что намеки эксперимент давал, но я это не отнес к научному факту, не смог отнести к научному факту. Вы знаете, есть два… Наверное, у меня самый большой опыт работы с этим странным излучением. Мы как бы заметили, что есть некоторые элементы, которые как-то селективно взаимодействуют с этим странным излучением. Один из них – алюминий. Мы ставили зеркала, пилили алюминий, оптические зеркала ставили. И за несколько метров от установки мы с удивлением обнаружили, что там просто вот такие царапины возникают. Поскольку по отношению к пленке это есть преимущество, что можно перед тем, как поставил, посмотреть все, зафотографировать, облучить и еще раз посмотреть. Вот алюминий, серебро ведут себя аномально с ними взаимодействовать. Я бы еще отнес к годолении. Александр, а почему вы влезли? Ведь у нас Ковач руку поднял самый первый, давно. А вы без очереди, без очереди. Лень, ты же председатель. Я спросил разрешение. Да, вопрос, пожалуйста. Александр Никитин, ваш номер третий, Андрес первый. Спасибо. Вот у меня маленький комментарий и вопрос. Это тоже очень интересная тема, как понять, как магнитные монополии относятся к странному излучению. Я вообще, когда два года назад первый раз выступал в этой конференции, я делал доклад, где напоминал на исследование Михайлова, кто делал измерения магнитного заряда. И вот мне кажется, что работу Михайлова почти все забили, не знаю почему, потому что очень интересно, что он вроде бы очень точно измерял магнитный заряд и получил результат, который намного ниже, чем то, что Дирак ожидал. И вот из этого выходит, что и масса этих монополиев должно быть намного ниже, чем что Дирак ожидал. И вот сегодня в презентации Чистолинова тоже было высказано, что там кажется по его теории, что там масса должно быть намного ниже, чем масса электрона. И вот я думаю, что это интересно, как связать это по измерениям магнитного заряда, магнитного монополия группы Михайлова. Вот вопрос, что вы об этом думаете, об этой работе, этой группе. Я знаком с работами Михайлова, потому что Михайлов дружил с Жоржем Лошаком, и я никогда с ним лично не встречался, но я знаю его работы. И, конечно же, это был тоже козырь в пользу теории Лошака, потому что, еще раз, в отличие от магнитных монополий Дирака, кстати, вот тут тоже очень плохо все это воспринимают, Дирак ничего не писал о массе. Дирак установил ли соотношение, просто положив, что волновая функция, локальная калибровочная вариантность должна выполняться, и чтобы фаза волновой функции была интегрируема, отсюда у него выскочило условие на связи электрический магнитный заряд, когда он рассматривал движение электрона в магнитном полюсе. Красивая работа. Дальше последователи, у Дирака был большой авторитет после открытия античастиц, которые тут же решили, что они должны существовать, и они сделали ниоткуда не следующее предположение, что классический радиус монополя должен совпадать таким же, как классический радиус электрона. И вот отсюда вылезла эта гигантская масса. Это не есть экспериментальный факт или следствие теории Дирака. Кстати, теория Лошака гораздо больше похожа на теорию Дирака, потому что она опирается на уравнение Дирака, а сама теория Дирака она руками сделала. Ну да, я вот в этом согласен, что это как-то предполагают большую массу, но никакого доказательства нет к этому. Никакого нет, абсолютно. Поэтому, поскольку монополь Лошака – это нейтрино со всеми вытекающими оттуда последствиями, и до того, как у нейтрино была, по крайней мере, обнаружена вот эта флэйвор, переход нейтрино разных флэйворов друг в друга, что это свидетельство о том, что у нейтрино все-таки должна быть масса, то это как-то меня немножко примирило, потому что до этого во всех учебниках до 2004 года, что у нейтрино нет массы, я очень слабо себе представлял, как может нейтрино возбудиться, если это беструктурная частица, не имеющая массы. Вот когда в 2004 году были сделаны Камиокандо-эксперименты, вот тогда да, вот уже, как бы, так сказать, по крайней мере. Поэтому вот теория Лошака, она достаточно оригинальна, но в нее преимущество, что это действительно теория. Она построена на базовом уравнении. Приближение Вельта, то есть там все сделано достаточно изящно, красиво. Вот. Я ответил на вопрос? Ну, почти. Тогда вот только вот не сказали, что вы тогда считаете ли правильным работу группы Михайлова? Эксперимент есть эксперимент. Да, я думаю, что это правда. Так, Андрей Чистолинов. Здравствуйте, Леонид Арбекович. Меня очень порадовало то, что вы сейчас сказали про алюминиевое напыление. Я вот как раз в своем докладе цитировал работу Высоцкого, Адаминка Высоцкого, и где у них как раз было алюминиевое напыление на кремниевой пластинке. Вот. И именно на алюминии был вот четкий вот этот вот след прочерчен. Ну, у меня вот какой вопрос. А вот все-таки можно поподробнее рассказать про вот эти треки типа царапин? Потому что в Вашей работе этого нет. Там вот только про следы, которые в результате проявки на фотоэмульсии. А где эти царапины были? Сверху на фотоэмульсии? Или ну как вот? И какой толщины была эмульсия? Ответ понятно. Значит, первое. Конечно же, никто из нас не хотел ставить зеркала, но поскольку на установке было много оптики, то мы достаточно быстро заметили, что она у нас портится. Вот эти все зеркала просто как бог черепаху. И, конечно, обратили внимание, почему это вдруг все зеркала... Мы разводили пучки там, и достаточно было много диагностики. Далеко не вся диагностика описана вот в той статье, которая вызвала столько шума и на меня гонений. Далеко не вся диагностика. Очень многое осталось за кадром. Мне уж даже сейчас вспомнить тяжело, что там было. Я туда отобрал только совсем факты, которые у меня не вызывали сомнений. Все, что вызывало сомнение, было отторгнуто. Теперь, что касается непроявляемых следов. Они были на подложке, между подложкой и эмульсией. То есть они возникали вот там, внутри. А толщина эмульсии? Толщина эмульсии как? Разные эмульсии были. Стандартные эмульсии, 10 микрон. Мы делали до 120, поскольку работала целая группа, то они эти эмульсии делали сами. К тому же в то время еще существовал институт фотографический. На Соколе там был большой фотографический институт, где лили все эмульсии. Потом какому-то банку понравилось здание, институт кончился. Его обанкротили и выгнали. Таковы реалии наши. Поэтому эмульсии использовались, Андрей, самые различные, с разной толщиной, с разным зерном. А сейчас, по-моему, эмульсии уже нигде нет. Последние эмульсии были японские. У нас уже эмульсии не делают. А вот все-таки это не противоречит для того, что у вас в статье написано. Вы же там смотрели глубину, на которую проникает трек в эмульсию. И там у вас написано что-то. Там несколько микрон или порядка 10 микрон. Вот глубина, на которую уходит трек в эмульсию. Проявляемый трек. Да. В чем противоречие? А вот вы хотите сказать, что вот этот трек в виде царапины, он был под эмульсией, что ли? Под эмульсией. То есть вы хотите сказать, что он ее не прорезал насквозь? Он был именно под эмульсией? Да, да, да. Причем были проявляемый трек в одном месте, а вот царапины, мы их так и звали, царапины между эмульсией и подложкой в другом месте. И это было для нас удивительно. Но странно, что вы про это ничего так и не написали. О, Андрей, того, что я написал, мне хватило на 20 лет быть лжеученым. Так что если бы я написал все, посадили бы. Лень, а вот Андрей эту как бы тему не понял, потому что я так чувствую, он с самого начала отсутствовал. А ты же говорил о том, что... Ты говорил сегодня об этом, когда говорил, что там два типа треков. Одни проявляемые на эмульсии, а вторые на алюминии. То есть два типа разных треков. Подложки, на подложке. Это то, что вот сейчас все видят на CD-дисках. Да, Леонид Торбевич. Да, но никто не говорил, вот я впервые от вас слышу, никто не говорил, что вот эта царапина может быть между эмульсией и как бы под эмульсией, между эмульсией и подложкой. Более того... Такого я не слышал никогда. Но это надо, конечно, посмотреть, какие толщины были эмульсии. Тут вообще, конечно, это как бы очень интересная информация. Андрей, но я постоянно... Извини, Леонид. Я постоянно говорю о том, что Влад Жигалов дает неправильную информацию. Отсюда у тебя тоже у вас такое впечатление. Влад Жигалов дает информацию, которая у него есть. То, что он наблюдает, он то и говорит. Ребята, дайте другим сказать, что вы там все сели. Андрей, Андрей, слушай, ты хочешь услышать реально? Андрей, сейчас на порядке. Это внутри, внутри находится. И то, что ты сегодня показывал, ты не знаешь, где у тебя начало трека и где конец. Володя, Володя. Начало с концом. Володя, давайте передадим вопрос вот Анатолию Никитину. Можно еще ремарку, Леонид Требекович? Я просто не закончу. Подождите, ребята, дайте другим сказать. Леонид Требекович, я просто так понимаю, вы не слушали вот сейчас предыдущую утреннюю сессию, да? Я был в пути. А, все, я понял. Ну, в общем, я просто хотел два слова сказать. У меня там был доклад. Я посмотрю, а потом свяжем. Да, ну, вот в двух словах, на самом деле. Андрей, 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 давай, ты уже сегодня, ты целый час о своих докладах говорил. Хватит. Хватит. Дай другим сказать. Даже другие предлагают. Будет очень интересно с вами обсудить. Геннадий, Геннадий, Геннадий Таратенко, не лезь, пожалуйста. Анатолий Никитин, да. Анатолий. Хорошо. Так, я включился, да? Да, да. Значит, я хочу пояснить смысл моего сообщения, откуда все это появилось. Значит, я участвую в работе нашей компании по исследованию холодной ядерности и синтеза, начиная со второй конференции. И, наверное, такой же долгожитель, как, например, Ирослава Тимбова. Других я уже не помню. Как не помню? А меня? А, ну, тебя тоже, да, действительно. Мы с тобой старики, понятно. Ну вот, значит, можно проследить, как мы, так сказать, подходили к этой проблеме. То есть, поскольку там в основном участвовали в работе ядерщики, потому что действительно ядерное превращение, вот, то всегда работа шла именно в поиску агента, который происходит, эти ядерные превращения, ну, видя, значит, частицы известных в ядерной физике. Ну, яркий пример – это Юрий Николаевич Бажутов, который предложил, значит, Эрзион специальную частицу, которую он искал, значит, в космических лучах, вот, который, значит, является катализатором таких превращений. И в основном все работы, о которых мы говорим, и благодаря тому, что к этому были привлечены в основном люди, прекрасно разбирающиеся в торговле ядерной физике, как раз они шли в этом же диапазоне. Значит, еще Юрий Николаевич обнаружил, значит, следы, которые он назвал питами, может быть, вы слышали, он когда-то, значит, пробурил свои электрические разряды. Вот, потом классическая работа у Русскоева, Лени, вот, которая действительно дала некое направление, то есть появилась какая-то уже организованная структура, в которой надо было разбираться. И вот трудов очень, значит, многих ученых, которых я перечислял в своем обзоре, вот, я считаю, что Влад Жигалов внес здесь очень большой вклад, нечего его ругать, это, я считаю, недопустимо. Собралась коллекция неких следов, ну, зоопарк вот этих следов, которые могут, так сказать, ну, которые требуют объяснения. И у Влада тоже возникла идея, такая, а вдруг эти самые следы, вот эти частички, которые образуют эти следы, являются и причиной вот этих ядерных превращений. Это очень интересная идея, поэтому смысл разобраться, что это за следы, и тогда, значит, станет вторая задача, каким образом они, значит, стимулируют вот такие необычные ядерные реакции, это очень интересное новое направление. Теперь дальше, поскольку, значит, ну, из-за специфического образования и, так сказать, интересов нашего общества, ну, все, все, грубо говоря, все проблемы искались под одном фонарем, под ядерной физикой, так сказать, фонарем ядерной физики. То, что я предлагаю поискать решение проблемы под другим фонарем, то есть, что я говорю, это не ядерная частица, это некая макрочастица с определенными свойствами. Кстати, почему, так сказать, ну, так можно было легко, так сказать, ну, предложить некие свойства о ее структуре, потому что она в какой-то степени напоминает шаровую молнию по той же причине, которой мы уже работаем, над которой уже тоже вот эти 25 лет. То, что мы обсуждали на этих конференциях, потом, так сказать, соединилась с обсуждением шаровой молнии. Оказалось, это не случайно. И вот поэтому я предлагал, я предлагал тоже всем авторам моделей, которые существуют. Вот есть набор, давайте попробуем объяснить все с точки зрения нашей модели, весь набор тех наблюдений, которые существуют. И тогда, значит, на основе выбора моделей, которые, ну, скажем, их будут, может быть, 5, может быть, 10, исследовать именно как эти модели дальше могут работать по стимулированию вот необычных ядерных реакций. Вот я считаю, то, что вот мы предложили, ну, опять же говоря, это фактически результат работы, так сказать, в параллельном направлении по шаровой волне. Оказалось, случайно, что, в общем-то, мы смогли объяснить все тонкости вот этих, является ли это доказательством того, что это именно агент, который будет давать ядерное превращение? Доказательства нет, это предположение. Ну, я думаю, что стоит покопаться, вот мы-то, конечно, не сможем, мы не ядерщики. А могут ли вот эти сильно заряженные кластеры, то есть, некие агенты, которые, внедрившись в твердое тело, шаровая молния может входить, в твердые тела, и эти маленькие частички тоже могут, создают вокруг себя огромные электрические поля, поля большой напряженности. Причем торчат они внутри, там, сутками. Вот. Если вспомнить, например, теорию терминодерного синтеза, управления... Очень много. То там есть некий критерий температуры плазмы на время удержания. Здесь время удержания в сутки, месяцы. Может быть, вот этот эффект как-то работает. Поэтому я предлагаю просто подумать, может быть, здесь что-то есть. Нет, что-то новое придумываем, но это хорошо. Хорошо. Это и есть смысл нашей работы. Спасибо. Значит, кратко. Что есть причина, что есть следствие. Я над этой загадкой бился достаточно долго. Есть три варианта. Излучение есть, приводит к ядерным реакциям. Ядерная реакция провоцирует излучение. Либо есть некое третье, то, что остается пока на сегодняшний день просто за кадром, некое событие. которое приводит и к появлению излучения, и к появлению реакции. Теперь я вижу такая тенденция, потому что частицы, треки очень большие, следы, то есть желание свести к кластерам. Оно вполне понятно. Ну, мне кажется, что все-таки надо более смотреть, что это смотреть, на это пытаться смотреть как на элементарную частицу, потому что кластеры я очень не понимаю, как могут быть с ядерными реакциями. По поводу эрзиона. Вы понимаете, вот есть стандартная модель. И стандартная модель все клеточки сильно взаимодействующих, все частицы известны. Мы не можем жить, делая вид, что верхних этажей физики не существует. Они существуют. И Гелман сделал блестящую работу. Поэтому вот эта классификация Гелмановская, она не оставляет там, не оставила ни одной черточки, ни одной свободной. Поэтому сильное взаимодействие и частица не может. Если бы это был адрон, была бы активность. Как-то мне всегда вот это Бажутовская идея очень не нравилась, хотя его поддерживали, я знаю. И вот еще я хотел сделать некое замечание, но поскольку все-таки здесь не все специалисты, а о переходном излучении. Я стараюсь на пальцах объяснить, что значит переходное излучение. Представьте, что у вас есть бесконечно проводящая полуплоскость, и к этой бесконечно проводящей полуплоскости подлетает электрически заряженная частица. Эта задачка есть в учебниках, тогда у вас будет наводиться заряд, эти два заряда, как положено, будут отталкиваться, электрон или там электрически заряженная частица будет тормозиться, взаимодействовать со своим отображением. А электрический заряд, который движется с ускорением, неважно положительным отрицательным, он излучает. Вот это излучение называется переходным для электрически заряженных частиц. Если действительно магнитный заряд существует, то величина его по отношению к электрическому должна быть большая. Величина эффекта вот этого переходного излучения, она там квадратична. Поэтому интенсивность, если магнитные заряды существуют, интенсивность такого излучения должна быть ну там на три порядка выше, чем для электрического. не знаю, сейчас у нас дискуссия, но если тут в электрическом заряде это определяется проводимостью, то тут будет магнитный проводимостью, определяем магнитный составляющий господи, забыл, что значит уже давно лекции не читал. Вот электрическая и магнитная, да, эпсилон и мюн, ну вот мюн. Поэтому вот это есть переходное излучение. Это было подмечено давно, и многие люди, которые занимались поиском магнитных зарядов, магнитных монополий, предлагали именно вот это свойство гипотетических частиц ставить во главу угла для их обнаружения. Вот что есть переходное излучение. Я понятно изложил на пальцах. Да, очень понятно. Очень понятно. Ну, хорошо, спасибо. Теперь у нас Дмитрий Баранов. Так, слушай, ну вот я опять к этой противной проблеме двойных названий. Слушайте, название странное излучение грелоз для этой темы. Странные частицы для этой темы тоже привелось. Это используют. Но это уже использовано, и это надо менять. А что менять? И у меня вот такое предложение, Леонид Ильбекович, назвать это странным излучением Куруцкую. Не против? Вы знаете, вот люблю я всего этого. Я понимаю, что это ну как-то на что-то надо поменять. Жизнь сама все расставит. Жизнь все сама. Это будет переоткрыто, это будет названо патологическим патологическим науком. Патологическая наука. Мы открываем в Википедии странные частицы. Там написано, что это такое. А про эти странные частицы какая-то ерунда. Там есть какая-то глупость. Давайте сначала поймем, что это такое, а потом будем... Не надо ставить телегу впереди лошади. Надо сначала делать. использовать названия, которые уже заняты. Ну, как бы садиться в чужую лодку нехорошо. Дима, есть странное излучение, а есть сранные частицы. Вот излучение частиц... Это надо на это... Там сплошные странные частицы. Квантовое число странное. Квантовое число странное. Но тут не используется. И поэтому вот у меня такое предложение. Ну, вот не знаю. Оно, конечно, сырое, пускай оно немножко там поварится, но мне кажется, народ его одобрит. Я не знаю, как сам Рускоев там... Поддерживаем, поддерживаем, Дим. Вот. Вот вы видите же. Ну, хорошо. Значит, еще не созрело. А когда народ будет такой писать, то созреешь. так, давайте, спасибо. Геннадий Тарасенко. Здрасте, Леонид, здрасте. Давно мы с вами не виделись. Мы с вами знакомы с 2003 года уже, кажется, да? Не помню, у меня склероз. Ну, вы же Бажутову потом мне отдали еще, говорит, ему лучше. Мозги-ка не помните. Помните? Было такое же? Ну, не помню, не помню. Да, я слушаю вопрос. Я занимался с нефтью так же, как вам рассказывал тогда еще, когда в 2003 году. они мне нравились, красивые. Да, вот я с этой нефтью связался и сейчас стал делать плазмоиды и вставлять в статор. В статор вставил и дает электричество сам статор. Ну, в статор прям поставил реактор и он давал электричество. И теперь вот я хочу сказать, что то, что я говорил, что пластовая нефть, газ, вода, порода туда-сюда. Пластовые условия надо сделать, чтобы получить эту шаровую молнию. Можно получить будет в этих условиях эту шаровую молнию в пластовых условиях, но его видно не будет. Шаровой молнии видно не будет. Как вы считаете, можно или нет? Я, честно говоря, ни разу шаровую молнию не видел. Я тоже не видел, я тоже не видел. Со слов Бучкова знаю про шаровую молнию. больше мне нечего сказать. Хорошо. Спасибо. Спасибо, да. Так, Чижов. А, нет, О! Ну, что, Фарфиров, привет. Во-вторых, значит, вот тут было замечание, что я критикую Жигалова. Я его не критикую, я просто говорю, что не надо вводить заблуждение людей, если ты полностью не обладаешь информацией по этим трекам, особенно вот по CD-дискам. Я ему предлагал уже, наверное, полгода назад или год назад, посмотри, пожалуйста, в поляризационном свете или даже не в поляризационном свете, положи пылинку туда и посмотри по резкости при увеличении 500 на ММ-7, что у тебя внутри это происходит. Они, как ты говоришь, всего снаружи у тебя и поликарбонат снаружи у тебя летит. Вот металл, да, по металлу, да, я согласен. У меня тоже наружный только слой идет, потому что у металла температура плавления, у любого, а у алюминия у него еще и оксидная пленка. Оксидная пленка это сапфир у киси алюминия. Так что здесь разный, так сказать, подход. Потом вот сегодня Чистолинов делал доклад, но в десятом слайде я обратил внимание, что даже собственно это отжигалово идет, что неправильно даже трактуется, откуда начало, откуда конец странного излучения идет. То есть вы посмотрите четко, внимательно, что у вас уширение идет в начале и это идет вот точка плавления, когда входит это странное излучение туда. Значит, ну я рассматриваю, Леонид Ирбекович знает, что я рассматриваю это кластерное образование. И вот Анатолий Ильич присутствуешь или ты в тот раз ушел, ты мне задал вопрос. И я присутствую, я вас слушаю. А, присутствует? Да, Владимир Александрович. Володя, можно отменять вопрос тебе? Да. Я просто вижу противоречие. Вот для меня очень значима, я забыл это сказать, надо внести, очень значима твоя работа по регистрации в камере Вильсона и как ты умудряешься совмущать свой результат, блестящий результат, полученный в камере Вильсона со своей теорией как-то там, как это ты называешь-то? Темного водорода. Да нет, темный классный темный водород. Да, вот я с тобой вместе видел, как в камере Вильсона мы регистрировали сначала космические треки, а потом трек от твоего этого порошка ясно же, что эти треки похожи. У тебя нет сомнений, что с неба не кластеры сыпятся, а элементарные частицы? Ну, они практически все, как в магнитном поле я поставил, они все завернуты. Конечно, это элементарные частицы. Да, да, а вот этот вот, а вот этот вот совершенно прямой. Я могу сейчас показать еще раз. Ну, ты же сам статью помогал делать 70%. Лень, ладно, другой процент. Ты же помнишь, это намного широкий такой мощный трек идет, его нельзя спутать с космическим. Очень хорошая работа. Володь, давай не будем ругать. Не, я не ругаю, я говорю, не надо вводить завлажение. Делал блога журнал. Давай Анатолий Ильич, вот посмотри, вот, что я имел в виду. Вот, вот шарики, которые я промоделировал, и вот если я их пропускаю между пальцев, они совершенно спокойно проходят, если они не попали в какой-нибудь, так сказать, кулоновский барьер. А если я попадаю вот непосредственно в атом, что происходит? Вот, 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 что происходит. И иногда он совершенно спокойно может пройти, а завернувшись, он создает вот тот диаметр. И у меня есть расчет, здесь шестой порядка, вот это вот, порядка миллиона штук. Володя, это бунты твоей жены? Нет, это она мне специально, я попросил ее, чтобы она заказала в Албересе. Вот, мне прислали целые, вот, вот, посмотри. Ладно, Володя, хорошо, давай другим слово. Если вопрос ко мне, Лёд, я хочу... Нет, не к тебе, а ты мне задал вопрос, как ты себе представляешь? Вот я тебе показал, как я представляю это дело, вот. Хорошо, размер шарика у тебя какой? Размер шарика у меня? 10, минус 15 метра, да? 10, нет, 10, 10, 10, минус 13. А то, что нанизан... А ты еще, значит, будет 10, минус 12, да? 10, минус 9 метра. 10, минус 9 метра, покажи мне пальчиками, это сколько? 10, минус 9? Да. Ну, это на метры. Ну, ну, и где, а ты, а ты как ее растягиваешь? И вслед снег опускаешь? Это не та модель, Володь. Ну, ладно, не будем об этом сходить. Ну, не все механизмы модели. Толя, Толя, не надо так считать. Ты посчитай по объему. Ты объем должен считать. И объем будет еще. А там объем в кубе. На 3 порядка меньше еще будет. Володя, Володя, Володя. Ну, Володя. Ну, не будет, Володя. Не та модель, не та модель. Прости, пожалуйста. Не будет перепалку. Да, да, Вот кто у нас хочет? Колтовой. 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 Я чуть-чуть, чуть-чуть хотел добавить. Когда странные излучения и странные частицы это два разных понятия. В реакторе, из которого выходит странное излучение, которое можно назвать торсионным, либо, как Болдырев называет, сверхтекучим спинновым током, это излучение выходит наружу. В среде уже воздушной под действием этого излучения происходит спин-ориентация среды. То есть, среда приобретает магнитные домены, то есть, она уже становится когерентной. И уже в среде воздушной образуются макроклассеры, которые как раз уже и делают и треки, и распадаются. То есть, это причина образования странных частиц это странное излучение, выходящее из реактора. воздушной Боб Гриньер. Микрофон включите. Боб, включите микрофон. Если я share some slides. Да. Okay, so can you see what I'm sharing here or not? No, no, we can't see it. Yeah, yeah. Let me show you. Give me a second. And if it's possible, switch on. Yes, I'm doing the translation now. Subtitle also. Yes, yes. Okay, so I talked through this slide earlier about these paths, and it was this sequence up here that... No, no, no demonstration, no slides. We don't see. Oh, you don't see the slides. Okay. Permission, yeah. Now we see. Okay. Hold on. My wife's calling me. Not now, honey. And, Bob, Bob, instead of you, you use, thank you very much, subtitles, but please talk slow, slow, because for translation, your speech is also very, very, very fast. I understand. Take it into account. Okay, so in this slide, this is a composite of about five or six frames from 60 frames per second camera. And there is a slight gap between each frame, which you can see here and here. This is track one. And as it comes up, it bends around track two. And this is not so interesting for me because they are passing each other in the same frame. But the very interesting one is this one ends here, and this one is already starting to bend around up towards it. And then as this comes around here, it bends that way. And then this one bends back on itself, and this changes the orientation of that. But the most interesting for me is this one here, where when this is at this point, this one has already seen that it's coming in this direction, and it's bending around, and it's affected by it. So the other point is that we observe these things coming out of what I consider as coherent matter clusters in these multi-layered brass cathodes. So we have gaps between these brass cathodes, and it's all extremely well described on our YouTube channel. Okay, and we have seen these structures split and merge with the divided segments showing the same in-phase structure. So I have – in this image, you can see an old SEM from Ken Shoulders. Here is the EVOs punching through. This is a dual EVO. I think this is either singles or dual EVOs. But actually, Ken Shoulders didn't notice this, where there was a strange radiation track cutting through the aluminium. And we found that when it does cut through metals, it tends to change the polarisation of light, and also it changes potentially magnetic, but it's polarisation of the material. I don't know whether it's reorganising it, but I showed some reorganisation of aluminium. And here, these are these layered brass plates. Here's the anode, and this is the cathode. And I will show you what happens here. And I can just step through it. So it builds up, and then you have an explosive event, and one of these structures comes out of the explosive event. OK, so I'm going forward and backwards here, so you can see it. And I believe that this structure is the type of structure that was in the work of Ken Shoulders from whenever it was, 1980s or 1990s. So there's this one, then here's, we basically replicated every form of so-called strange radiation tracks, and there are many, many to choose from in here. But fortunately, I don't have to go through that, because I have... Bob, 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 just a moment, may I interrupt you? Yes. I want to explain something for my colleagues. Друзья, вот они в своё время, вот, и в частности, Bob, обнаружили, что если в тёмной комнате, в свете лампы, они просто видят, как эти штуки летают в воздухе. Вот что поразительно, потому что лампа их освещает, и в отражённом свете они эти лампы, паралёты эти видят, и это регистрируется на быстрых камерах. Вот что он нам показывает. То есть это не следы на каких-то там подложках, а это просто пролёты в воздухе. Bob, continue, please. So you can see some typical strange radiation tracks here, an M&M. You've got ones orbiting around each other. We have a wide selection of those. And these extreme interactions, I think this is actually two tracks that come together, and they form this figure of eight loop. It's actually not one track that's doing this. It's two, and they're interacting between the two. It's a piece of great beauty, in my opinion. Here is some more. The only one that I captured quite easily, which looks like a toroid, is this one, where it actually has thickness on the edge. And it's just a straight exotic vacuum object travelling in a straight line. We have simulated these in a computer programme, in a 3D software, using toroids and two toroids, rotating around their own axis and the common centre of mass. So I will do more work on that. But if you look at this particular track here, there's a ball lightning track that's almost exactly like that in the literature and many other tracks that you've seen. In this one, it looks like it's going through this piece of brass here. I'm not sure. But I think that's interesting in its own right. I spoke about this one where, for me, I consider that it is a positive and a negative exotic vacuum object. I think most of these are possibly positive or negative, one or the other, but they're not pairs. It's there where you just get the kind of straight tracks, but they do interact with each other, but only with each other, not with the electric or magnetic fields in the environment. And so that's it's very quick. You have to catch these things. Now, comparing it to natural ball lightning, obviously, you've got this one here, which looked like the one that I just showed you earlier. But this is in Solin's 2001 patent, figure 21. And we simulated that track here in our chamber and caught on camera. Extremely similar track here. This is a classic one from Hestalen Ball Lightning, and it's a hit a tree here and got this track here. So we've seen many like that. And this actually was caught by someone in the outback in Australia. And this is a ball lightning track caught on a high resolution camera. And each one of these segments here is a frame at 60 frames per second. And I've composited that in there. So this is very similar to the type of tracks we get here. So I think it is ball lightning is a macro version of these things. If we look at what's done in Hestalen and here in on the other side of the planet in Australia. So I spoke about this extreme interaction previously in my presentations as easy last year. You can see this. I took this from bitch costs, one of bitch costs books. But this is a natural ball lightning with these periodic kinks here. We have the periodic kinks here in the emissions from this material. But the most interesting is this three tracks here because and you might not be able to see this, but you'll be able to get the slides. The emission comes out of an explosive event. It travels around. It hits the cathode. It then bounces and travels around in the opposite direction. And then at this point, another one comes out and it then orbits around this one. This completely removes the argument that this is a hot particle because it's orbiting around another particle. And then another one again here marked in purple comes out and that orbits around the two that are already becoming in sync. However, the collection of three destabilizes collective structure and they start separating. Then there is this one that I've marked in yellow. It's bounced off the floor here and then it comes up and in one frame it does 180 degree orbit at a distance around this track. And then it then when it's gone past it, it then orbits around the opposite direction. So when it's coming in forwards, it orbits around one way. And then when it's going away, it orbits around the other direction. So these things are not do not appear to be affected by electric or magnetic fields unless they are extremely close to the source of electric or magnetic field. And this comes down to why I believe aluminium is the most suitable material because it's paramagnetic, unlike the other spin elements of gold, silver and copper, which are also high conductivity. These are very, very important aspects, but also it is a single isotope and it has flexibility like lithium to fuse. So there's a lot of potential energy gain. So when you look at these various components of what actually this strange radiation is doing, then it makes sense why certain elements work and others don't. And in this experiment, we can see that we've replicated the tracks of Claude Davao, which was presented by Jean-François Ginest in 2015. This is on whatever material it is, but we have them and we have these recorded from multiple camera angles. So we can triangulate the type of track that has been made. You can see here how this progresses. It's very quick, but you can see it's coming out. And these are the typical spiral tracks. Again, it's it's from the area where the coherent matter is formed. This track is is made of, I think, four segments. And if I go here, I believe this is equivalent to Baranov's track that he got in his bismuth salts experiment. You can see the explosive event of the breakdown of the coherent matter and the coherent matter traveling wave coming out here. And note that this 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 is a fair distance here. However, the exposure is 160 the second. So these things aren't traveling at the speed of light. They they actually have a measurable speed, which you could probably determine from this particular video. Here's a whole bunch of other ones merged onto a single frame. And then on the end here, this is an example in a cavitation system of Rue Shinomaza. This is a stainless steel plate and using a Dino light age three plus this device here and using the polarizing filter. You don't see anything unless you turn the polarizing filter around and you immediately see the the track pop out. And it's very satisfying to do that. So this is produced by the yin yang on a cavitator. And it can't we record these things coming out of the center of the vortex and they have various structures. But I believe this is equivalent to the one that I just showed you a little while ago, which is in a you know, this is one, two, three. I think there's the four frames that are merged together. And we've also caught what I believe is the the collapsed wave function of the coherent matter. And in this case, this is it would appear a diamond mesh. And I believe that in the the center of these gaps. So basically, this is pure carbon. But in this braided fashion in the gap here, I believe that it would be synthesizing helium. Tell something about the 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 not the not distances. What are the whites of this line of this tracks of this of this part particle on the left side of this. So this is produced in a Vega experiment. Like I say, you can go and see how to do a Vega experiment on our YouTube channel. In this experiment, it's the ones where you see these kind of events going on. And there was copper, and the base here is pure copper and oxygen. Size of this particle? Oh, it's quite large. I can go and find it and come back to you later in this session, and I will show you the SES. Approximately. No, no, no. I actually, I think offhand, this is about each of these braided sessions. They're all two microns. So the actual size of the webbing is two microns. So I guess if that's two, that would be 20. There's the repeating pattern here. You've got this repeating pattern that you also see here, here, and here. Continue, please, Bob. But take into account that you are not alone. Some people also would like to say something. Oh, yeah. Go to the end of your speech, please. Okay, so if I can go back to the other presentation which I presented. Where are we? This in aluminium, I think, was probably one of the most striking findings. And I will, I need to press present here. Okay. Is that when these, this is for a 90 second experiment in a 43 kilohertz ultrasonic cleaning tank using suspended aluminium foil with a solid, well, a piece of polycarbon above so you get the standing waves in the water column, there were these coherent matter traveling waves, as I call them, traveling through the aluminium foil. And instantaneously, you can, you can see that this is very similar in, it's like two things orbiting around each other, but they are instantaneously changing the structure. Now, this might be why. Bob, 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 just a moment. I say for our audience, look, look, it's like these wheels of this one, they are lying on the surface. They are lying on the surface. They are lying on the surface, as if it's like this is like the wheels of this one. Continue, please, Bob. So, I think this might be why you are able to see these things with a polarizing filter, because this is actually about a thousand lines per inch. It's like a polarizing filter. And it's, so it's actually like you would use a diffraction grating. So, I think it might be why these things show up on polarizing filters. Again, this, again, is, if you look down here, it's, this is a 20 micron scale. This is five microns. So, it's about five microns across here. So, these are about one or two microns across. And it's the same on the plasma experiments where you have this structure, this toroidal structure. So, back, back to the original question. So, this is, this is the magnetic field. And this is the core, the iron-rich, crenelated sphere. And this zone is the zone of the electromagnetic phantom, in my view, currently. I reserve the option to change that. But because we know that this is zinc oxides and copper oxides, and they're all diamagnetic, it pushes it away. They can't come into the zone that has created this ball and the electromagnetic phantom that is here. That is, that is my view. And so, to get back to the original question, where was it? Did I show it? That was up here. This is the ultra experiment. You wanted to say, once again, your morning presentation, please. No, it's just the end of your speech, please. It's these three frames here that, in my view, it's sending out a fractal toroidal moment that is cohering dark matter in front of the path of travel of the exotic vacuum object, whatever you like to call it. And the other ones are interacting with that in the superfluid medium in front of it. So, this is my concept. It's the only thing that I would like other people to give me some idea of what other thing could explain this phenomena, where it only occurs in a very, very tight proximity and relative to the direction of travel of the particles. And this would also explain many of these extreme deviations in tracks that we've observed on x-rays and on other witness materials in the past. So, this is really, for me, the single biggest thing that I would like other alternative explanations for that doesn't involve the superfluid dark matter condensate that we all live in. So, that's my question to you, based on my observations. Thank you. Thank you, Bo. I would really appreciate Leonid's opinion. Very, very interesting, I must say. I would like to read this material about your experiments. And can you send me this material? I will send you the presentations. I will send you the full resolution images, the videos, whatever. I am really interested in your views on what might be going on. Very interesting. Very interesting. Thank you. Valery Iqibosov. I will send you the reply to Valery Nikolaevich. Valery Nikolaevich, you have to give me two words. You have to give me a message. 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 Андрей, надо различать немножко, понимаешь? Чувствовать, надо вежливость проявлять. Когда Андрей приехал в Сухуми, он был гостем. А здесь он хозяин, по сути дела, и поэтому мы вежливо-вежливо выслушали и кое-что новое узнали, я думаю, по сравнению с утром. Это же эксперимент, на него надо смотреть, и смотреть, и смотреть. Производит впечатление, действительно. Виктор Чибисов, пожалуйста. Леонид, у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете такой вариант, что частицы странного излучения это кластеры Тау-нейтрино, нанизанные на единый магнитный момент? Это сразу прям надо ответить на суперсложный вопрос. Особенно нанизанные. Еще надо вспомнить, какая масса у Тау-нейтрино. У него там сколько этих саликов? Больше гэвы. Врядка 15. У него там гэвы и так далее. Это же целая история. Это надо изучать. Это я Леню защищаю. У меня нет ответа. Я растерялся. Следующий у нас Александр Владимирович Никитин, который мы задвигали. Вот он пусть поговорит. Я хочу важный вопрос поднять. Сейчас очки поменяю, извините. Мне кажется, забывается эффект у Ширенко в связи со странным излучением. Ну и в то же время просьба прокомментировать Леонида Арбековича. Это же сверх глубокое такое проникновение. В общем-то он стрелял песком по броне. И эффект все знают, наверное. И было сверх глубокое проникновение, в общем, с большой энергией, которую совершенно невозможно не несет вот этот поток. Александр, у нас был здесь целый семинар на эту тему. Вы, наверное, присутствовали. Его это не тема нашего сегодняшнего дня. Поэтому зачем вы эту тему поднимаете? Нет, извините. Это, мне кажется, тоже поможет открыть тайну холодного синтеза. Потому что... Там есть масса, Александр Павлович, там есть масса обычных объяснений в эффекте у Ширенко. Давайте не будем на это тратить время. Хорошо. Дайте мне задать вопрос. Так же нельзя это самое. Что это такое? Задайте, задайте. Только не надо рассказывать про эффект у Ширенко. Вопрос задайте к Леониду Рюбекову. Да нет там никаких объяснений. Объяснение какое-то одно, что трещина есть в броне совершенно. Почему я обращаю внимание? Потому что песок, что такое? Это кремний, силицию, железо, алюминий. Те же самые элементы, которые везде фигурируют при холодном синтезе. Даже вплоть до сверхновой звезды. Пожалуйста, просьба прокомментировать. Как вы связываете это с холодным синтезом? Нет, я вообще не стараюсь от холодного синтеза. Я думаю, что это неправильное все. Значит, я вам про эффект у Ширенко скажу. Значит, вот там пару дней назад поступала Наташа Чакова, рассказывала про электрозрыв вольфрамовых проволочках. Вот электрозрыв происходит в кварцевой камере. И мы с удивлением обнаруживаем, что вот эти микрочастицы, которые образуются во время электрозрыва, они проникают в этот кварц очень глубоко. То есть мы видим от колы прям практически с другой. А этот кварцевый, она где-то там порядка 10 миллиметров толщина стенки. И, конечно, это не может не вызывать удивления, как столь массивные частицы проникают на такую большую глубину. Поэтому я не сомневаюсь, что эффект у Ширенко есть. В чем он состоит, знаю. Какое объяснение, не знаю. Я, честно, могу сказать, что не знаю. Что касается, связано ли это со странным отключением, я как связи не вижу, честное слово. Там тоже следы остаются в глубине брони в его случае. Следы-то остаются ведь? Ну, сейчас все-таки дискуссия начнется по эффекту у Ширенко. Александр, вы посмотрите еще раз видео от того вебинара, где мы обсуждали. Я думаю, это полезно будет. В принципе, вы правильно вопрос поднимаете. Но там достаточно подробно обсуждалось это. У нас два часа посвятили в этом году. В эффекту у Ширенко. Спасибо. Я сам смотрел, читал все эти вещи. Но, тем не менее, мне кажется, его тоже надо... Надо, надо. Но у нас сегодня и вчера, и позавчера он не рассматривался. Поэтому зачем сейчас об этом говорить? Это будет непрофессионально. Мы время потратим просто. Хорошо. Спасибо за комментарий. Спасибо. Владимир. Владимир, вот еще раз свою... Микрофон включите и еще раз свою фамилию назовите. Владимир, микрофон не включен. Включите микрофон. Он, наверное, с этого, с телефона, я так чувствую. Не получается. Не получается чего-то, да. Ладно, тогда, Леонид Ирбекович, уже два часа мы, значит, вот, в нашей дискуссии, у меня есть предложение закрыть наш круглый стол. Очень успешный, я считаю, круглый стол, на котором вот уже два часа все равно еще у нас 33 человека. Прошу прощения, включился микрофон. Никак не включил. Ну, Владимир, еще раз свою фамилию назовите. Антюшин. Я не знаю, как на смартфоне поменять. Я сейчас смартфон... Хорошо. Володь, быстренько, потому что... Очень приятно, что мы здесь собрались именно экспериментаторы. Но есть еще вторая плеяда физиков, это теоретики. И вот мы слышали доклад Шипова, и потом вот еще один его ученик, он докладывал вот о так называемом торсионном излучении, вот этим коэффициентом, без точкой на С. И там было утверждение, что любые обращающиеся, даже материальные объекты и даже незаряженные, они являются вот источниками вот этого вот некого странного поля, которые проникают в ядро и понижают, ну, так называемый, как он говорит, барьер, да, и позволяют этим реакциям нашим производиться. Вот как раз очень интересная аналогия. Значит, тут Боб говорит о том, что у нас есть торы. И вот, допустим, даже когда по тору вращается нечто, вот они создают вот это вот торсионное поле, возможно, которое, оно именно проникает в ядро и ослабляет этот барьер, давая возможность нам вот эту вот холодную трансплутацию делать. И особенно когда, там было сказано, отмечено, да, что особенно когда происходит именно с точкой, то есть именно когда ускорение происходит. Не просто вращается, а ускорение. И вот если, допустим, на том же бублике торсионном у нас есть некие моды, как раз там и происходят вот эти резкие ускорения. А тем более, например, когда вот мы говорим о том, что электрон со своей большой орбиты падает, сжимается до орбиты протона в две тысячи раз, представляете, какое там ускорение получается на границе? Возможно, здесь такие поля генерируются, вот эти вот, которые там, я не знаю, они просто этот барьер делают прозрачно. И вот это когда частица вращающаяся летит, тем более замодулированная. И вот представьте, она летит, налетает на поле, вернее, на объект, она резко тормозится. Вот это, возможно, возникает поле, которое вот этот барьер пробивает. И у нас, получается, возможность появляется именно вот этой трансмутации, очень легкой ядер. Ведь вы же сами говорили, что все частицы, которые летают, они все вращаются. А если они еще вращаются по кругу, и вот ваша модель темного водорода, вот она тоже говорит о том, что внутри у нас есть круг, где вращаются... Владимир, у нас сегодня ведущий Леонид Уруцкоев. Я понял. Вот вы говорите про Зателепина, а у нас вот ведущий сегодня Леонид Уруцкоев. У него модели немного другие, вообще другие, я бы сказал. Я знаю, что, Владимир, ну вот, возможно, все-таки здесь фенологическая теория, может быть, как-то пересекается с практикой. Вот, может быть, этот момент тоже как-то, может быть, посчитать, потому что я, к сожалению, не теоретик. Вот, может быть, стоит обратить на это внимание? Владимир, вы знаете, я вот, безусловно, так сказать, интересные замечания, я бы вам так сказал. Достаточно пестрая картина получается, как следует, из нашего обсуждения. И ниоткуда не следует, что мы имеем дело с одним каким-то явлением, понимаете? Вот ниоткуда не следует, что оно в единственном числе, и мы должны предполагать некую множество. Попытки составить такую детальную механическую картинку, как вот шипы выжимаются, знаете, как квантовый переход осуществляется. Да никак, мы знаем начало, мы знаем конец. Вот повернули, и все. Что происходит в начале, что в промежутке, мы не знаем. Мы даже не задумываемся об этом. Потому что мы со времен, там уже, там, многих лет, там, 70, там, почти 100, мы говорим о том, что если мы математически описали, то мы понимаем. Так вся квантовая механика устроена. То есть, понятие вот состроить такую модель понятную, как там все сжимается, она сейчас в физике не модна. Я уже не говорю там о квантовой электродинамике, о теории поля, о квантовой теории поля, где уже вот вообще физики как бы нет, там одни крючочки. Там уже одни крючочки. Поэтому, конечно, для экспериментатора хочется всегда представить это как-то живем, последовательное, вот как в фильме кадры. Но мы не очень понимаем, это вообще возможно. Вопрос, ответ такой еще, лосоский. Если бы меня спросили, на что больше всего похожи вот эти ядерные реакции, я бы сказал, знаете, они на ядерные реакции вообще не похожи. Они похожи больше на интерференцию. Интерференция – более близкое понятие. Конечно же, все желания теоретиков, как я говорю, обрюхатить электроны, загнать его, так сказать, вот туда, то есть, по сути, делают мионный каталис, на самом деле не решают никакую проблему. Мы видим, что эффекты все очень грубые. Иначе мы с помощью аспектрометра ничего бы не увидели. Они очень грубые, потому что плотность твердого тела, грубо говоря, число вагадра возьмем, 10-23, 10-6. Все равно это 10-17, 10-18, 19 актов. Единичный один электрон загнали в ядро, мы этого не увидим. Это либо должен быть какой-то цепной процесс, либо коллективный. Поэтому я все время говорю, коллективные явления, просто опираясь на то, что это видно на эксперименте, это видно вот совсем. Никто же, не знаю, я попал в это случайно, это как бы просто вот мы хотели понять, до какой степени окисляется титан, до титана О или до титана О-2. А получили, что у нас, забыли уже там, неважно, как он окисляется, мы увидели затопное искажение, гигантский, то есть оставалось, удача была 15-20, мы не могли это списать на ошибку массового спектра. То есть эффект с самого начала был такой, макроскопический, коллективный. Что же касается вот отдельных событий, ну я не знаю еще. Мне кажется, что мы сейчас вот на пороге какого-то такого переосмысления самой, так сказать, физики, какие интересные результаты показал Боб Гринье. Я скажу, что этого не существует. Как это понять? Нет комментариев. Ну, все-таки мы действительно очень долго сегодня говорим. Я думаю, что надо всех поблагодарить за участие в этом, пожелать всем здоровья и до завтра. Да, до завтра, друзья. И это Зателепин говорит. И я вам хочу сказать, что это был последний круглый стол нашей конференции. Завтра у нас последний рабочий день и круглого стола не будет. И, по-моему, вот благодаря Леониду Ирбековичу круглый стол получился очень удачный. Может быть, самым удачным за время нашей конференции. Всем спасибо. До завтра. До завтра, до 12 часов. До свидания. Леониду Ирбековичу отдельное спасибо. Спасибо.